Привет, меня зовут Саша Акимов и сегодня я хочу рассказать вам про широкоугольный объектив для камер с EPC матрицами BrightonStar 12 мм f2. BrightonStar достаточно молодая китайская компания, которая производит ну довольно такие занятные на самом деле объективы очень но очень интересные я так полазил по их сайту посмотрел что они там делают и например мне показался самым таким прикольным из того что там наверное есть это на полный кадр под bayonet lake m правда ну там можно через переходник на любую беззеркалку поставить объектив 28 миллиметров f2.8 он такой прям совсем тоненький блинчик при этом очень с таким необычным симпатичным дизайном похоже что лакированный возможно в общем было бы интересно такой объектив попробовать самому говорят что на открытый ну по крайней мере западных блогеров да я смотрел открытый там все довольно печально конечно по углам но если закрыться до f8 то картинка становится очень даже сносно очень даже неплохая и я бы использовал его в любом случае только для стрит фотографии и там и так я бы снимал на закрытой диафрагме так что в общем это было бы вряд ли какой-то проблемой ну а bright and star 12 миллиметров f2 мне прислал собственно сам производитель но не беспокойтесь несмотря на то что да я с ними сотрудничаю несмотря на то что они мне объектив предоставили для обзора у нас такие условия что ну я могу говорить про него все что угодно я буду естественно абсолютно независимо ни от чего и я буду конечно же говорить о каких-то положительных качествах объектива и негативе каком-то который у него тоже присутствует в общем всегда потому что недорогая оптика особенно недорогая китайская мануальная оптика она имеет ряд каких-то компромиссных решений иногда она бывает прям чудо как хороша иногда что-то среднее в общем сейчас мы разберемся в обзоре я все подробно изложу ну и кстати раз уж мы заговорили о том что брать инстар мне предоставил этот объектив сразу же могу спойлернуть я уже показывал в принципе в шорсах если еще не видели можете там посмотреть что мне они также предоставили для обзора свой первый автофокусный объектив брать инстар 50 миллиметров f1 и 4 на и pc камеры тоже то это он кропнутый это не полтинник на полный кадр то есть получается что на кропах это как 75 миллиметров с дыркой 1 и 4 в общем его потестировал обзор на него тоже в ближайшее время на канале появится но могу вот пока это анонсирую также до проспорить что этот объектив по моим ощущениям а я довольно много пользовался wiltex 56 миллиметров f1 и 4 именно вот брать инстар лучше по картинке вот прям сразу с открытой речи у него нет таких суровых засветок там есть проблемки небольшие с контровым светом но я про это все тоже расскажу но в общем и целом по в общем всем характеристикам брать инстар 50 миллиметров f1 и 4 мне показался гораздо просто ощутимо лучше чем wiltex и при этом он чуть-чуть дешевле ну в целом у них цена там соу-соу вот если бы я выбирал сегодня между ними наверное я бы выбрал брать инстар ладно не будем забегать вперед давайте сейчас вернемся к нашему сегодняшнему герою брать инстар 12 миллиметров f2 я сейчас вам его покажу как он выглядит в руках как ощущается расскажу как устроен а дальше уже перейдем к картинкам этот брать инстар несмотря на то что он абсолютно весь полностью металлический даже бленда здесь из металла и ну крепление металлическое корпус весь все колесики все короче металлическое сделан очень добротно несмотря на это он довольно легкий на самом деле то есть он такой увесистый но не перевешивал даже какую-то маленькую камеру типа xm1 на которой его использовал здесь есть колесико для диафрагмы изменения она с легкими щелчками 3 по моему до 3 она не отрабатывает она просто четко по стопам сразу же скачет без третий стопов ну и такое широкое плавное но с не очень большим ходом колесо для ручной фокусировки здесь кроме ручной никакой нет суть в общем в том что ну все-таки это довольно широкий объектив и здесь нет необходимости уж прям супер дотошная длинная он как бы не очень приспособлен для макро так что смысл здесь большой ход ему делать главное чтоб в бесконечность можно было и около нее быстро перепрыгивать вода защита здесь конечно же нет никакой и никто и не обещал бленда как я уже сказал металлическая сюда можно кстати как ни странно здесь есть резьба ну то есть как видите объектива передняя линза она выпуклая но таким образом здесь все устроено что здесь есть резьба под фильтр 62 миллиметра то есть его можно накрутить как видите это опять же здесь указана третья версия уже объектива первые две я не пробовал поэтому ничего про них не смогу сказать бленда кстати накручивается металлическая тоже по резьбе причем она так сделана тоже хитро что ты неправильно накрутить не можешь то есть только четко попадая куда нужно и сможешь накрутить видите она сразу четко вот встает прямо как надо в общем сделан объектив добротно качественно вообще ноль претензий каких-то вообще этот объектив является уже третьей версии то есть у него было до этого два поколения предыдущих и вроде как это самая такая улучшенная и доработанная из существующих и вот в плане какого-то качества изготовления у меня к нему вопросов вообще никаких нет сделан он действительно качественно ну просто прекрасно сделал ну и картинка у него тоже далеко не худшая из тех что я видел он конечно не супер великолепный не какой-то там прям божественный не могу его восхвалить как какой-нибудь допустим вилдер с 13 миллиметров f1.4 тут ну все-таки это разного уровня объективы и по цене и да по своим задачам скорее всего этот объектив попроще он подешевле у него картинка чуть послабее но она не так чтобы прям совсем катастрофически плоха то здесь с картинкой все нормально сейчас мы подробно разберемся что именно и как объектива отлично исправлена дисторсия то есть у него какие-либо геометрические искажения все исправленные все углы ровные ничего нигде не скручивает ничего нигде не козевит я такие широкоугольные объективы у которых действительно у тебя по краям ничего нигде не закручивается ровные углы у архитектуры и так далее я люблю в принципе это вот как раз таки сравнимо с тем что мы можем наблюдать у какого-нибудь филтрекса 13 миллиметров там тоже все достаточно ровненько и здесь вот в этом на том же уровне этот объектив но опять же понятно если вы будете снизу вверх как бы снимать какие-то здания то у вас будут неизбежно трапециевидные искажения но это в общем логично это на любом объективе такое присутствует просто из-за того что у тебя как бы здание находится не на одной оптической оси как бы с тобой не ты не с середины этого здания снимаешь ну ты можешь подняться допустим на соседнее здание и сфоткать его или там подняться на кране подъемном еще какую-нибудь хуйню сделать или использовать другой объектив у которого есть tilt shift но все сейчас это исправляется абсолютно беспроблемно в любом редакторе так что с этим то точно как бы нет никаких заморочек еще объектив способен очень близко фокусироваться что также является плюсом потому как мы даже несмотря на то что здесь очень широкий угол в эквиваленте 18 миллиметров получается даже при этом мы можем настолько близко приплизиться собственно какому-нибудь объекту который мы снимаем что у нас и на открытой диафрагме кстати говоря тут хорошая резкость мы можем получить и красивое размытие выделить сам объект как-никак и получить при этом сносную картинку что в общем-то тоже хорошо ну а благодаря тому что на таком широком углу у нас будет достаточно большая глубина резкости можно прикрыть дырку и совершенно опять же беспроблемно снимать какой-нибудь стрит не беспокоить и не беспокоясь о том что у тебя там отсутствует автоматическая фокусировка ты просто типа закрылся до f8 навел до почти что бесконечности куда-нибудь там чтобы тебя в гиперфокале все оказалось и все и пошел просто щелкать от бедра и балдеет с этим тоже все хорошо в центре этот bright and star он всегда резкий даже на f2 то есть ты на максимально открытой диафрагме имеешь всегда большую часть кадра посередине супер резкая она прям прекрасная но не по всему полю кадра она равномерная то есть на открытой диафрагме на относительно открытой у тебя все-таки она к углам эта резкость слабеет что не очень здорово не ровная но прикрывая диафрагму уже на f5 и 6 она становится ровнее но на f8 она становится вообще практически идеально ровная по всему полю кадра ну даже на сильно прикрытых диафрагмах у нас все равно по краям кадра по самым краям кадра остаются хроматические аберрации но по самым краям я имею ввиду что есть вообще буквально на границе кадра не так что там где-то там в некотором расстоянии от границ кадра там не вот не не вот тут примерно они присутствуют а прямо вот 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 в углу в углу самом где-нибудь там там хроматические аберрации есть даже на прикрытых диафрагмах как-то не закрывая они не исправляются окончательно это конечно не очень хорошо но ничего там супер критичного нет потому что в крайнем случае ты можешь кропнуть это можешь попробовать в редакторе отредактировать ну и опять же даже на очень прикрытых диафрагмах все-таки края слабоваты по резкости остаются хотя большая часть кадра выравнивается по резкости но там все равно некоторое какое-то такое странное двоение присутствует но не совсем совершенная картинка здесь ну и опять же краям кадра здесь присутствуют довольно серьезные коматические искажения то есть кома так что какую-нибудь астрофотографию я бы наверно на этот объектив тоже не стал бы снимать потому что у тебя вместо точек по краям будут какие-то такие галочки типа стоять которые будут стремиться к центру это не очень хорошо опять же но надеюсь что в будущих версиях они это когда нибудь поправят пока что кома присутствует еще я выявил что этот объектив склонен ловить довольно серьезные засветки когда солнце находится где-то сверху сбоку ну в общем это обычное положение солнца как бы в этом мире ну если ты напрямую направляешь прям на солнце то у тебя ну в центре ну наверное только если контраст немножко потеряется такая легкая засветка произойдет но если оно сбоку находится у тебя появляются прям серьезные такие блики ореолы какие-то ну картинка прям сильно портится и да ну это логично у многих объективов с подобной конструкцией бывают такие проблемы даже очень дорогих у которых я имею ввиду выпуклая передняя линза тут даже вот это бленда кое-как защищает но но она не спасает окончательно от таких проблем просветление объектива опять же не самое худшее то есть это не самая ужасная ситуация с бликами которую я видел за все время сколько я что-либо тестирую но все равно некоторые кадры в сложных условиях освещения могут быть запороты так что имейте тоже ввиду ну и пока мы тут про просветление вспомнили возможно с ним тоже связано иногда у меня бывало такое что автоматический баланс белого именно с этим объективом то есть другими объективами у меня в этой же ситуации ничего греховного не случалось а здесь с этим объективом почему-то некоторые кадры уводила в зелень чуть-чуть чуть-чуть такой зеленцой начинали они отдавать скорее всего это все таки связано именно с просветлением самого объектива потому что другие то стекла я пробовал на xm1 на том же когда я тестировал все там с ними было нормально но это опять же легко исправляется на пост обработке просто чуть-чуть маджен ты докидываешь и все окей то есть это именно вот чуть-чуть такой грин то есть именно зелень и прям четкой такой накидывает это не такая какая-то смесь грязи какой-то из разных оттенков ничего такого прям супер ужасного ну и в целом несмотря на то что у него довольно много каких-то оговорок сносок да там у каких-то компромиссов объектив мне все-таки понравился потому что он во-первых очень недорогой во вторых он сделан очень качественно у него металлический корпус даже бленда металлическая ну то есть прям хорошая такая монолитная вещица при этом несмотря на то что он металлический он еще и очень маленький и очень легкий у него высокая светосила но угол обзора такой конечно широкий наверное не всем и не всегда нужен но для съемки какой-то архитектуры для съемки какого-нибудь интерьера он вполне себе годится даже более чем потому как подобные кадры ты все равно будешь снимать на закрытой диафрагме тебе там открывать ее не нужно она закрытой картинка становится более-менее ровной там только самые края немножко страдают ну и здесь отлично исправлена дисторсия поэтому будет все очень ровненьким тебе не придется опять же на пост обработке с этим мудиться ну и с резкостью этого объектива тоже все в порядке я огромное количество кадров сделал даже на относительно открытой диафрагме там все хорошо с резкостью но именно про центр кадра я говорю потому что ну чтобы у тебя все-таки все выровнялось надо закрываться и на прикрытой диафрагме там вообще все хорошо с резкостью ну единственное что вот прям может в солнечный день тебе подпортить немножко впечатления это да возможность словить случайным образом какие-то такие ощутимые блики ну и давайте подытожим bright and star 12 миллиметров f2 это веселый маленький объективчик легкий и недорогой ну он не для всего подходит то есть мне на него понравилось снимать такой прикольный динамичный какой-то стрит с близкого расстояния ты подбегаешь у тебя широкий угол все немножко козявит это довольно забавно но к примеру астрофотографию ты на него не поснимаешь потому что у него присутствуют коматические искажения и они будут портить тебе картинку ну или например если тебе хочется с близкого расстояния что-то снимать он позволяет это делать он реально очень близко фокусируется но опять же ты можешь получить с близкого расстояния какую-то бакеху все дела на открытый можно смело снимать но у него слабая резкость краям кадра приходится закрываться и так далее опять же если у тебя какая-то центральная композиция в кадре то это уже не выглядит так сильно критично но я надеюсь что вам было интересно узнать мое мнение про этот объектив что обзор окажется для вас полезен подписывайтесь пожалуйста на мой канал пишите в комментариях что вы думаете про подобные стекла может быть пробовали какие-то аналоги может быть что-то похожее использовали когда-либо или буквально этот объектив там предыдущих версий использовали в общем делитесь своими также мнениями и впечатлениями мне это всегда интересно не забывайте про ссылочки в описании там можно подписаться на мой телеграм-канал или поддержать мой вот этот канал с помощью бусти или donation alerts там или подписавшись на бусти или допустим разовый какой-то донатик закинув на данный шнур на поддержание штанов так сказать ну а я желаю вам хороших снимков и до новых встреч пока пока